Говорят, крысы тупые, тупые. Я хлеб запрятал в такое место, в хорошее место запрятал. Ну там целый каравай хлеба, ну как они могли вот этот каравай хлеба, он же тяжелый, взяли к своей норке, утащили. Короче, я пришел, он наполовину уже весь сожратый был и обглотан весь. Ну я ешка, вот сегодня я вот просто остался без хлеба. Говорят, крысы тупые, тупые. Они умные крысы, они все знают. Они, эти крысы, да у них-то ум, между прочим, даже лучше, чем даже у человека. Есть такой человек вообще тупой, а вот крыса намного, она природная, у ней ум намного раз умнее. Мы даже ее никогда, эту крысу, не поймем. Они же выживают в любых ситуациях. Корабль тонет, она выживет. Корабль утонет в океане, в середине в океане. Крыса выплывет с этого корабля и живая останется крыса, а человек погибнет. А вот крыса нет. Она, между прочим, эта крыса даже, вот человек дышит под водой где-то 5 минут, ну самый такой крутой, крыса дышит под водой 15 минут, а то и больше дышит. Вот крыса выдерживает под водой, вот. А кто не поверит мне, я испытатель, я только не хочу вот это, то это издевательство будет. Не надо так издевать. И, между прочим, зря я даже это сказал. Крыса, она выносливая, вообще животное, очень выносливая. Так что я не зря с крысами связался. Ну ничего, я их еще буду изучать. Короче, да мне кажется, жизни не хватит, чтобы эту изучить крысу. Да вообще, вот хоть кто, хоть какой ученый, хоть над чем-то ведет науку или так далее, он никогда не изучит, никогда, потому что все это меняется, 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 беспредел это. Короче, она, как вселенная, у нее конца и окрая нету, так же ты будешь хоть изучать, так ты дураком все равно будешь, наверное. Ну просто стараться минимум, какой-то минимум, минимум. Надо к чему-то приходить хорошему, прекрасному. Вот, это самое главное. А не к вредительству, а к хорошему. А к вредительству ничего не приведет. Надо стремиться только к хорошему, вот в этом мире. И стараться, стараться всем это так делать. Не только я, а всем.